Врач-фитотерапевт-диетолог Борис Качко Я врач-фитотерапевт-диетолог Борис Качко Автор десятков опубликованных книг, брошюр, научных статей а также сотен видео в интернете более тысячи статей в газетах, журналах в том же интернете сегодня решил написать видео про шампанское как правильно выбрать шампанское на праздник для вашего здоровья чтобы все было хорошо ведь шампанское очень популярный напиток когда шампанское стоит на столе чаще всего это означает, что у вас будет праздник это может быть Новый год, Рождество, Крещение, День рождения праздничный либо романтический ужин в подготовке к застолью важно знать как правильно выбрать шампанское в том числе и безалкогольное чтобы польза для вашего здоровья была максимальной тогда все будет хорошо поэтому просмотрев это видео до конца вы узнаете как получается все 6 основных видов шампанского и какое значение для вашего здоровья они имеют также вы узнаете как правильно выбрать шампанское на праздничный стол в зависимости от его продолжительности во времени и изобилия а также как и с чем правильно пить шампанское для вашего здоровья как же получаются все 6 основных видов шампанского ну чаще всего шампанское делают из винограда однако возможно и из яблок главное обязательное условие чтобы было много углеводов много сахаров однако вне зависимости от выбранного сырья дальше технология она относительно проста и шаблонна ее повторяют все производители шампанского первый этап брожения дает сладкое шампанское и вам понятно теперь не только его цена она обычно самая низкая у каждого производителя ну и ценность для вашего здоровья все-таки бактерии мало потрудились в этом шампанском и мало обогатили его иными полезными веществами кроме спирта если брожение на этом этапе не заканчивается а продолжается далее появляется полусладкое шампанское за ним появляется полусухое потом сухое и брюд в принципе на брюте линейка шампанских вин и заканчивается но если технологи зазевались брюд легко превращается в безалкогольное шампанское и из бутылки выйдет газированный уксус в таком виде шампанское могут использовать противники употребления алкоголя в любых видах но не сразу нужно обязательно дать микроорганизмам довершить дело до конца и весь спирт превратить в уксус это принципиальное условие иначе в напитке остается промежуточное соединение ацет-альдегид и вместо удовольствия его употребление напомнит вам все прелести похмелья знали вы их или не знали употребляя вот такое безалкогольное шампанское можете легко и просто узнать понимаете какое значение имеет правильное соблюдение технологий и знание нюансов в употреблении шампанского цвет шампанского зависит в основном от выбранного сырья оно может быть белым, розовым, красным но цвет в очень малой степени влияет на особенности использования шампанского за праздничным столом в большей степени влияет на эмоциональное восприятие кто-то хочет белое, кто-то розовое, кто-то красное шампанское а в значительно больше мере на правильное использование за праздничным столом имеет значение исходное количество сахара в ягодах или плодах которое способно преобразовываться в спирты и вот соотношение сахаров и спиртов в шампанском имеет значительно большее влияние на результат его употребления чем его цвет об этом смотрите дальше в принципе, благодаря микроорганизмам в процессе брожения сахар превращается не только в спирт но и в различные иные соединения которые придают напитку дополнительный специфический вкус аромат и одновременно обогащают напиток другими полезными веществами поэтому польза от употребления шампанского возрастает на каждом этапе брожения а также существенно расширяются возможности правильно использовать шампанское для вашего здоровья поэтому блюд и уксус ценятся значительно выше чем сладкое шампанское вот только количество уксусной кислоты существенно сдерживает от употребления уксуса в значительных количествах то бишь безалкогольное шампанское полученное таким способом желудок и поджелудочное способны выдержать значительно большее количество спирта чем уксуса и по этому показателю блюд явно опережает безалкогольное шампанское но это еще не все особенности о которых вы должны знать употребляет от достаточно полезный для здоровья напиток как же правильно выбрать шампанское на праздничный стол если вам предстоит романтический ужин по своему усмотрению и вкусу можно выбрать практически любое шампанское главное в вашем выборе в этом случае не шампанское несмотря на то что этот напиток и романтика многими воспринимаются как синонимы выбор шампанского пожалуй на самом последнем месте в данном случае находится потому как оно при правильном его использовании приспособиться к любым условиям и украсит любой романтический стол а главное после выбора со трапезника разумеется и место его проведения романтический ужин не должен быть тяжелым пища должна легко перевариться и быстро попасть в кровь в этом случае в крови изобилие полезных питательных веществ а более высокий уровень сахара и алкоголя в крови дополнительно создает романтическое настроение сахар немножко ублажает алкоголь снимает стресс что особенно важно холерикам и при этом кровь не в пищеварительной системе а там где вам нужно поэтому если на романтический ужин будут фрукты либо фруктовые салаты ваш ужин пройдет хорошо и любой вид шампанского его не испортит лишь бы производителю повезло с погодой и оно такими сопутствующими ароматическими вкусовыми веществами подошло обоим безусловно могут попасть на романтический ужин и овощные ингредиенты но отварная морковь либо тушеная капуста не всегда способствуют романтическому настроению разве что человек находится на диете ну тогда в такой диетический романтический ужин шампанское попадает с трудом потому как может эту самую диету нарушить потому что алкогольные напитки при большинстве диет ну они не то что не разрешены они часто запрещены и это важно знать а вот если вам предстоит праздничный ужин то как правило на день рождения либо под новый год выбираются более тяжелые блюда и чтобы не нарушить их переваривание нужно правильно выбрать шампанское в этом случае как и в самом начале застолья так и в его продолжении ваш выбор это безалкогольное шампанское либо блюд а также сухое либо полусухое эти виды шампанского помогут в переваривании пищи на разных ее этапах а вот сладкое либо полусладкое шампанское в начале застолья чаще всего могут принести вам серьезный вред и поспособствуют быстрому опьянению просто сахар и спирт конкурируют за ферменты и пока в печени перерабатывается сахар спирт накапливается в крови и усиливается опьянение потому если выпили даже небольшое количество десертных напитков за руль садиться нельзя нужно садиться позже чем вы обычно это делаете понимаете чем это все может закончиться в лучшем случае просто штрафом сладкое либо полусладкое шампанское нарушают и пищеварение в этих условиях если пища была тяжелее чем на романтический ужин тогда она не до конца переваренной попадает в кишечник и несколько дней после этого плохое настроение и низкая работоспособность вам практически гарантированы потому если застолье началось случайно с десертных напитков тогда с ними должны попасть и десертные блюда и продолжение застолья более тяжелыми блюдами примерно через час после перерыва чтобы успел уйти этот десерт из желудка освободить желудок и пустой желудок был готов к перевариванию более тяжелой пищи если вы это сделаете раньше вы опять рискуете несварением пищи и самоотравлением своему организму вот в конце застолья на десерт сладкие либо полусладкое шампанское попасть могут но перед десертом обязательно нужно также сделать перерыв по самочувствию подвигаться можно слегка потанцевать можно просто пройти с кем-нибудь прогуляться обсудить какие-то темы и начинать десерт нужно обязательно с фруктов кислого либо кисто-сладкого вкуса можно как аперитив выпить чашечку кофе и только после них сладкое либо полусладкое шампанское и ни в коем случае не начинайте десерт с кондитерских изделий это очень опасно для вашего здоровья и об этом вы узнаете прямо сейчас почему ни в коем случае нельзя начинать десерт с кондитерских изделий типа тортики пирожные просто несмотря на всю их внешнюю легкость и воздушность это концентрат жиров и простых сахаров а также сложных углеводов и белков в разных пропорциях первой паре с жирами и простым углеводом ну просто нечего делать в желудке и эта пара будет стремиться побыстрее его покинуть перемещая с собой и вторую пару из которой основному представителю сложных углеводов крахмалу чтобы стать простым сахаром достаточно примерно 15 минут вы же держали пирожные во рту обрабатывали их слюной вот через 15 минут крахмал который там был который создавал текстуру определенную уже расщепился и это просто простой сахар и он усиливает желание желудка освободиться от вашего десерта и в данном случае очень плохо если естественным путем потому как белкам сложнее если желудочного сока к концу застолья вам не хватило белки просто знеют вашим кишечнике и конечное ощущение от такого десерта ничуть не лучше чем от употребления или злоупотребления алкоголем но об этом чуть позже как не переесть и не перепить самого себя за праздничным столом прямо сейчас как же правильно и с чем правильно пить шампанское ну учитывая все вышеизложенное если вы хотите быстрее опьянеть за романтическим ужином или попытаться получить и вторую опцию нарушить переваривание пищи за более насыщенным праздничным столом тогда ваш выбор сладкое либо полусладкое шампанское в начале если вы в работоспособности своих желудка поджелудочной железы и печени полностью уверены можете начинать прием пищи и употребить сухое полусухое шампанское либо блюдо и только потом закусить при этом умеренно холодный напиток плюс углекислый газ который находится в пузырьках плюс алкоголь в низкой концентрации в сопровождении ароматических компонентов это очень мощное усиление работы желудка в желудке здоровым имеется в виду после этого разве что гвозди не переварится а поможет переварить пищу поджелудочной правильное усвоение это уже хорошая работа печени и ваше здоровье вне опасности но часто благородный напиток под названием шампанское пытается сделать более совершенным добавляя к нему ликеры водку можно коньяк добавлять в этом случае усиливается действие шампанского на желудок, поджелудочную, печень если вы давно не занимались очищением своего организма питались кое-как то обострение гастрита может начаться прямо сразу после первого же бокала шампанского к которому после небольшой паузы может подключиться и поджелудочная а переход хронического панкреатита в острый очень непростая ситуация для врачей в результате можно как минимум начать принимать таблетки завершив застолье на этом этапе или как максимум попасть в больницу но в любом случае ужин удался в этот раз это уже не про вас поэтому перед тем как пригубить шампанское нужно правильно перекусить в интернете распространены рецепты многие считают что в самом начале любого застолья нужно употребить салатик сливочное масло салат якобы впитает алкоголь а масса создает защитный мешок сквозь который алкоголю будет сложно попасть кровь и опьянение наступит позже однако это далеко не так алкоголь очень медленно пропитывает растительную клетчатку и клетчатки для этого нужны несколько часов чтобы она реально впитала в себя алкоголь он значительно быстрее проскочит мимо нее и не один раз ни одна стопка успеет проскочить или ни один бокал шампанского а сливочное масло если вы положите его на ручку растает у вас прямо на ладошке в желудке температура на 5-6 градусов выше там не то что защитный мешок не образуется а вся порция масла быстро проскочит в двенадцатиперстную кишку и чем больше вы его приняли тем больше риска для вашего здоровья потому как она станет первым шагом в обострении панкреатита а вы еще даже не успели пригубить алкоголь и как только алкоголь в любом виде попадает в подготовленный таким образом желудок риск обострения панкреатита резко усилится более того алкоголь смоет остатки масла со стенок желудка вы помните жирные пятна обычно удаляют спиртом понимаете как опасно использовать на себе применять к себе вот такие непроверенные и очень рискованные рекомендации так мало застолье можно прожить и пережить как же приготовить ваш желудок к застолью значительно безопаснее правильно перекусить для этого подойдет порция мяса рыбы или птицы весом примерно грамм сто сто пятьдесят способ приготовления ваш отварное запеченные тушеные приготовленные на гриле даже жареное подойдет лишь бы не было слишком сильно зажарено второе главное условие хорошо переживать измельчить вам раздробить нужен этот кусок что он превратился в такую мягко выражаясь губку и только после этого в эту губку может войти порция шампанского но в этом случае подойдет не любой из шести видов ваш правильный выбор это только брюк сухое либо полусухое тогда все будет хорошо и третье условие ни в коем случае запомните это на всю жизнь не запивать шампанское сладкими водами компотами морсами узварами они в желудке легко превратят ваше правильное шампанское в сладкое либо полусладкое в зависимости от соотношения напитков а дальше несварение пищи как минимум либо быстрое опьянение как максимум что же вам даст такое правильное начало застолья либо ужина несколько бесплатных бонусов бонус первый вы самые тяжелые блюда употребили первыми вы их уже съели они уже вошли в ваш организм а это как минимум улучшит их и переваривание а значит усвоение и вы получили пользу от них не только побаловав свои вкусовые рецепторы но и получили полезные вещества для работы ваших органов и ткани в этих условиях головная боль боль в суставах обострение хронических болезней известных вам вряд ли проявится бонус второй мясо переваривается от 5-6 часов птица 4-5 рыба 3-4 и примерно столько же времени алкоголь в кровь будет попадать достаточно медленно и опьянение будет наступать также медленно вы сможете этим процессом управлять и общаться за столом а не выпив несколько порций алкогольных напитков не подкрепленные правильным питанием быстро опьянеть ну и выпасть из-за праздничного стола бонус третий мясо рыба птица требует также достаточно много пищеварительных соков и это на достаточно продолжительное время пока они находятся в желудке занимают там достаточно много места в результате у вас меньше шансов также и переесть как и перепить просто место для всего этого нужно и как минимум похмелье после праздника вам уже не грозит а если так станете проводить застолье и далее то есть проблемы избыточного веса вряд ли познакомитесь как и со многими болезнями так или иначе связанные с неправильным питанием а вот если знаете как правильно питаться тогда у вас реально все будет хорошо вот на этой позитивной ноте это видео я буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения и пока вы думаете кому из друзей отправить ссылочку на это видео в каких соц сетях его опубликовать я подумаю какое еще видео написать на эту тему для вас до новых встреч на моем канале до новых встреч на моем канале субтитры застой